Сначала административный подход, у нас служба имела безликое лицо, в том плане, что это была служба, она была в составе поликлиники радиопольской. Мы отделили отдельно стоматслужбы, сделали отдельное подразделение, отделение стоматслужб. Соответственно, был у нас на общественных началах районный специалист, это был врач, один из самых опытных, но он бесплатно работал, это было не подразделение, это был районный специалист, который занимался статистикой и так далее. После того, как было организовано отделение, соответственно, есть посады главного руководителя, это заведующие отделения и старшая медсестра, которая на посадах, соответственно, получает заработную вкладку, у них национальные обовески определенного рода. И, соответственно, вы увидите, сегодня будет экскурс по нашей стоматологической поликлинике, по нашему отделению стоматологическому. И вы увидите, на сегодняшний день, когда человек ответственный, который имеет посаду, имеет интерес в этом, и насколько это все сдвинулось. И в организации и работы, и хозяйственной части. Безусловно, мы, администрация ЦРБ, приняли решение совместно с ночмедом, с заведующим отделением, что необходимо изменить в качестве работы. Приобретены были три стоматустановки, осветительная техника, которая дает возможность прекрасно видеть, что происходит и что делает врач. Автоклавы, потому что автоклавирование у нас происходило на территории ЦСО, ЦРБ туда приходила машина, у нас отдаленное расстояние. Купили автоклав, один сюда, второй в большую долину, 56 тысяч автоклавы, они маломощные, но достаточные, потому что у нас стоят там стационарные большие для всей больницы. Для стоматологии достаточно. Те стоматустановки, которые уже были немножко изношены, в 7, 8, 9 лет стоматустановкам, да, они были в прочем состоянии, провели техническое обслуживание, капитальный ремонт некоторым, три установки, и передали их на участки, где доктора работали на портативных машинах. Использовали стоматокресла, как просто обыкновенный стуль, который уже не рабочий, не выполняет функции. Передали эти машины на Кологлию, в большую долину и в Новоградовку. Поэтому мы и купили еще и периферии, таким вот образом, решением этих вопросов. Все средства были выделены из державной субвенции, опять же, мы сумели перераспределить. Кроме того, как никогда, что мы сделали? Мы сделали еще, обеспечили медикаменты, порядка 120 тысяч на инструменты, на медикаменты. Никогда раньше это не делали. Мы понимаем, что для того, чтобы спрашивать, надо обеспечить. На 30 тысяч, без средств выделялось сюда, на стоматологию. И был подключен для проведения и ремонта, и всего, благодейный фонд, который тоже потратил на эти мероприятия порядка 50 тысяч гривен. Безусловно, энтузиазм коллектива, действительно, Владимир Васильевич, наш знаменитый заведующий, какой он новый. Это человек, который долгое время отработает в коллективе, имеет свой авторитет в коллективе, в нашем районе, среди населения. Один из лучших специалистов. Кроме того, прекрасный хозяйственник. Я очень восхищен его отношением. Безусловно, очень приятно иметь такого заведующего, ответственного, серьезного человека, который, безусловно, отдает душу, свое здоровье, время и даже свои финансы. Больше бы таких заведующих у нас. У нас их много таких заведующих есть, но это в данном случае образец. Как надо делать, как надо относиться. Видите, что сделано внутри, что сделано снаружи. Сделано водоотведение воды, дождевой воды, скрыш, рынок поставлены, водоотводы, отмостки сделаны, восстановлены фасады, подготовленная котельная для установки твердотопливного котла на перспективу. Сейчас мы на электроотопление, это очень дорого. Но на перспективу запланируем приобрести еще твердотопливный котел. Планируется расширение, ну это планы, расширение данного отделения за счет пристройки сюда еще и рентген кабинета. Потому что здесь нет. У нас на рентген снимки ездят или в поликлинику, или в стационар. Это крайне неудобно для проведения этих вещей. Мы покажем перспективный, вот у нас тут еще маленький объект, вот тут за спиной у нас, который тут никогда не было. Был заброшенный подвал под этим помещением, здесь входа не было. Владимир Русевич с коллективом принял решение, что эта комната нужна. Приходили мне ходоки, хотели взять в аренду помещение. Владимир Русевич сказал, что нет, я все организую, это будет для коллектива. Потом зайдете, посмотрите на каком этапе, может что-то потом не поможет. Появилась необходимость, нет день перейдеться, скажем, принять еду, погладиться, или какие-то другие нужды, через это пришлось соединять это помещение с подвольным помещением, чтобы можно зайти, перейдеться и идти на рабочее место. Ну все, показываю. Пошли на территорию для дядових. Работали вход центральный, ступеньки, перила, водостоки для этих бордюров. Восстановили, можем сказать. Земли навезли сюда. Просили, направили заявку для поселковой селищной рады, чтобы нам помогли благородить это асфальтное покрытие, потому что воно для полі-кліники тут ухапистое. Планируем на эту сторону поднять, чтобы сделать зеленение и посадить цвяток. Идем сюда. Это тоже фасад. Восстановленный. Навезли земли, облагородили. Поставили водостоки. Зробили водостоки. Зробили заезд, где коричневые ворота. Там заезд для того, чтобы предоставить альтернативный вид топлива, который нужно поднять полі-кліники на зиму. Пришлось там спилять несколько дерев. Таких уже сухостой там был. И нам нужно было сделать там, перенести линию телефонную, и сделать дополнительный заезд, установить ворота, чтобы можно завести дрова. Завезли дрова, то есть для опалювания цих зонів уже давно готовы. Територия там также облагорожена. Поставлены дополнительные укрытия, чтобы можно было подрегать, оборудование, а также там без топлива. Обновили кочегарку полностью. Все по повременнице ворвало, все в течение этого года получили. Потому что очень много сделано. Посад был треснутый, посада не было, отвода не было, ворота не было, не было, сменения не было. Не было. Это все наше. Мы все-таки буквально установлены. Рынды все, надо отводиться. Не было отмосток, поэтому ничего не было. Сзади все затекало. В отвор, сюда и заведете, или через помещение. Сюда и в отвор. Пошли. Да и там и дверь, что хорошо. Все показалось. Да. Перспективно, что нам необходимо? Нам необходимо к данному помещению, в этом дворе, построить рентген-кабинет. Потому что его нет. Больница общая. И поставить здесь рентген-аппарат и обслуживать больных. Потому что, сделал зуб, едь, ты смотришь, как сделал доктор тебе. Доктор сам смотришь, как он заполнил тебе канал. Понятно. Впрочем, надо только туда все равно. Второй раз, два раза. Первый раз смотрит раз, потом еще раз. Это противоестественно. Поэтому, безусловно, это надо, этого не было, но это надо делать. А что, не стоят ингредиенты прямо на креслах? Нет. Это очень дорого. Чего? Панцоровы, везде органы стоят. Везде? Сейчас в городе, везде. Нет. Если так много, если так много, площадь. Это сильно можно. Я вам скоплю. Ну, вы хорошие, Да. Ты можешь там выварить. Ну, тут было все заброшено. Все так, как тут было, никак. Культурно сделано, под навес. Слава на место. Котельно сделано. Котельно. Вот в таком виде, привели в порядок, котельно. Подготовили место, он посадочное место, под угольный котел, твердо топливный. Уже потихоньку готовимся. Потихоньку готовимся. Мы еще купим котел, и потихоньку. Тут электроотопление. Все сделали. Ну, до этого, что-то тоже, в этом же месте был котел. Он же был, но газового не было. Нет, ну, тут вообще, как фирургии, слушайте, стены белые такие. Ну, уровень, что-то медицинское учреждение, видно, что это так. Медичный резак. Тебе, Левалчик, А это, получается, наша районная больница стоматологическая. И здесь будут лечить жителей нашего района бесплатно? Они лечатся бесплатно. Бесплатно, да? Выделяются кошки. Выделяются кошки на это все. В одном районе сколько не выделяется, как у нашему, скажем так. 100 тысяч выделяется на бесплатные кошки. Это на протезирование. Да, на протезирование. И также кошки выделяются. 120 тысяч мы выделили на медикамент. В этом году мы на стоматологию выделили 120 тысяч на стомат, инструмент и стоматопрепараты для лечения. То есть здесь лечатся только жители города? Нет, это районная установка, это все лечатся, хотя у нас на каждом участке для оказания первичной помощи есть стоматологи, которые работают, общие стоматологи, это в амбулаториях, это тоже наша сеть, она относится тоже центральной районной больнице. В данном случае это уже второй уровень оказания медицинской стоматологической помощи. Не, ну может кто-то не ездит, конечно жители которые там Таирова, им удобнее там поехать в Одессу, а все вокруг которой немецкая балка, все они сюда ели. В Таирова там есть лекарь так же сам, но хочется сказать, что это показник является стабильным на протязи последних роков пяти завдяки стараниям Сергею Михайловичу, так что выделяются кошки и они постоянно, и они постоянно израсходуются все в полном объеме. Пойдемте, показывайте, сразу заходите отсюда, покажите туалет, в каком виде. Он хочет, чтобы он побольше, как и она была, в каком виде. Такое и есть. Сейчас, Олег, идемте сюда, можно. Тихо, дихо. Покажите туалет, показывайте сразу, туалет, ну тяжело все, запустите все. Является, все начинается с туалета. Да. Да. Смотрите, мы оттуда уже заходили. Заходим. Можете подъявить, я сейчас санузел там. Чувствую. Чувствую. Ну ладно. Новая установка. Человека есть. Новая установка. Похоже. Вы знаете, у меня сразу возникло подозрение еще с окна, где-то тут было окна. Какая-то ваша родственница. Некрасиво. Мы не будем заходить, не будем. Новая установка. Извините. Новая установка. Зимон сделали полностью. Осветители стоят абсолютно новые, те, которые необходимы. Все изрублено в таких. Все, человека дали его. Новый абсолютно. Так, заходим на диву. Налево. 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 Хирургский кабинет. Тоже новая установка. Здесь вынирают эти земли, у нас столько вынуждено. Я вынирают, да. Получается, что везде делаем. Тааак. Ну вот видите, вся новая установка. Новая установка. Новая установка. Новая, ну-все. Все, все. А тут что-то очереди нет? Да, есть. В очереди нет. Тут нету. Вынираем. Мы тоже так, и до часа. Стараемся. И через один. Приклонить. А это старая бородом или вы тоже покупали часами? Это раньше. Еще день позже. Вот это вырезут. Это молодое. Это когда новая? Да, я увидел, это уже гараж номер 80. В этом году купили стандартные установки. Я свидетель, Владимир Васильевич отказался от своих, дал в пользу других кабинетов, но мы купили практически всех граждан. Красиво. Есть тут еще автоклассники, а в упаковке запечатано. Только давай. Понятно, красиво. Как так нам дистиллятор еще у нас есть? Что такое, она мне еще не говорит, что такое дистиллятор. Есть дистиллятор, есть водонагреватель. Покажите еще раз налево. Да, налево, направо. Тут также новый частный. Поп принятый, облицованный плиткой. Это делается в этом роте также. Потаски закрыли потяжными полуками, конечно. Помещение очень старое. От того следства попало после... С 1910-го. Я по историческому нам. Да. Натяжной потолок. Да. Натяжной потолок. И это вы все закрут сделали? Да. Да. Сколько денег, если не секрет? Секрет. 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 Наперед. У нас здесь делают зубы, броневески? Техники выполняют. Булатирование. То есть делают, допустим, золотыми и с белыми. Тогда отправляют на буллотирование. А все девочки выполняют этими женскими руками. А металлокерамику тоже делают? По побажанию пациентов. А освоят все шо? Да. Туда лучше. Да, ну, тут проходящий вонял. Стали, Владимир Владимирович, все доложи. Значит, было в удручающем состоянии, значит, вентиляция восстановлена, електроскопыта обеспечения сделана. Родили перегородку, потому что тут технологичный процесс. Это был сырая. Плитка поставлена. Я сейчас слабо себе представляю. Вот так я работаю. Родили щит, потом были. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Ты чего? Такой маленький. Не купаться, а тут будут рейки. Тут будет водопадник. Это вы шокуете, да? Нет, нет. Все подведено, все сделано. Ну, я серьезно. Да ты что? Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Расскажите, пожалуйста. Что здесь будет? Шок тут будет, потому что переживает. Не переживает. Да, переживает. А если помещение самое затратное, то мы через это тоже просим, допомогти нам. Потому что, ну тут, как бы, БТВ помещение. Это не бассейн для купания. Это тут будет емкость, яка будет, там, для приготовления пищи, потом насосом. Кононизация система. Да. Принудительно. Кононизация уровень выше. А вверху будут рыбки. Да. Ну, вы с нами пошутили, и мы с вами пошутили. Я буду. Что это было? Подвал, вот, заканчивался ворота. Да. Входа не было наверху. Вход был отсюда. Все завидимое отопление сделаем. Пытаний нет. А вот использовался. Подвал. Были ходные. Говорю, что хотели взять в аренду. Владимир Владимирович, скажи, нет, Сергей Михайлович. Мы сделаем, будет ток. Нильский и троги пришлось углубить. Два штика через это. Не, ну для персонала хорошо. Глубят. Белый кабан. Холодный. За то, что у нас не заход. Нет. Продолжение следует. Вы intense. Интересно.